Глава администрации столицы побывал на строительных объектах, завершение которых на особым контроле. Ведь в их реализацию вложены средства федерального и республиканского бюджетов. Вместе с Алексеем Ладыковым в микрорайон «Солнечный» приехали депутат Госдумы Леонид Черкесов, представители подрядных организаций. Картина впечатляющая. Многоквартирные дома растут один за другим. Параллельно идет укладка дорожного полотна. Новый участок должен связать микрорайон с ближайшей городской трассой. Республика вошла в федеральную программу, стимулирующую развитие жилищного строительства. Поэтому особенно важно сдать ее в срок, подчеркнул Леонид Черкесов. Рельеф местности достаточно сложный. Рядом протекает река Кукшумка. Есть сложности, где мы видим, выпрямляем русло реки для того, чтобы дорогу построить. Но эти все согласования рыбхозом, они все сделаны. Идет укладка дорожного полотна. Устраиваем песчаные основания, щебеночные, видите. Ливневая гонализация около 80% уже построена. Срок сдачи 550-летию города, эту дорогу открыть и запустить. По контракту 1 августа, завершение всех работ. Сложности были с проектно-сметной документацией. Долго готовили проект, долго проходили согласования, получали экспертизу. То есть это заняло очень много времени, поэтому мы поздно объявили торги, поздно определили подрядчика. И сегодня, не совсем уже в сезон, приходится выполнять эти работы. Но современные технологии позволяют проводить строительство дорог и укладку первого слоя асфальта в зимний период. Мы, не нарушая технологий, как уже сказал, до Нового года должны выполнить запланирование. Ведется в городе, вы видите тоже, масштабное строительство дорог в этом году. Больше чем 2 миллиарда 250 миллионов рублей в городе осваивается. Это и мост, это и безопасные качества дороги, строительство этих дорог. Мы работаем совместно с депутатами Государственной Думы, с правительством. Глава республики нас поддерживает и обеспечивает финансирование, ведет контроль. До зимы подрядчики планируют уложить первый слой асфальта и бордюры. Контуры нового московского моста проглядываются уже отчетливо. Его расположение практически в центре столицы позволяло горожанам больше двух лет вплотную наблюдать за строительством непростого инженерного объекта. С учетом дорожной ситуации подрядчики использовали особые технологии, позволяющие вести реконструкцию и не перекрывать движение на важнейшей транспортной артерии. Специалисты утверждают, что технический мост будет готов 20 ноября. Планируем до 27 ноября получить акт ввода в эксплуатацию и 27-го пустить движение по мосту. Все по плану, опасений нет. Подрядная организация подошла к выполнению работ ответственно. Проблем серьезных не было ни с подрядчиком, ни с проектировщиками. В рабочем порядке мы все вопросы снимали. Запустили выполнить в прошлом году первую часть моста. Планово, практически без боев, подрядчик добросовестно выполняет работу на объекте. Время осталось совсем немного. Горожане ждут этого объекта. Сейчас идет установка отбойников. Формируются откосы. Благоустройство части набережной тоже под контролем. Параллельно с реконструкцией шло расширение дорожных подъездов. Переносились коммуникации, строились очистные сооружения. Освоено более полутора миллиардов рублей. Совсем скоро мост заработает в полную мощность.